Ну вот, например, вот наш диспансер новинка, да, то есть получается, пожалуйста, возьмите. Руслан Бектемиров – молодой предприниматель. Именно ему несколько лет назад пришла в голову идея создать в Бавлах предприятие по производству пластиковых изделий для дома. Юридически компания основалась в 2021 году. Полтора года понадобилось для того, чтобы поставить её на производственные рельсы. В это время закупалось оборудование, в помещениях проводился ремонт, осуществлялась разработка изделий. Сегодня это хоть и молодое, но достаточно перспективное предприятие. Успевшее завоевать свою нишу на рынке. Один из главных секретов – качеству продукции уделяется большое внимание. Исходя от массового производства, многие как раз-таки люди, они стараются, как сказать, ну, закрывать глаза на многие вещи. Мол, типа, и так сойдёт. Вот. Мы же к этому относимся очень-очень строго. То есть какие-то малейшие детали брака мы это сразу же просто ликвидируем, перерабатываем и делаем снова. То есть вы хотите, чтобы люди вас ассоциировали именно со знаком качества, да? Конечно. Заместитель руководителя управления антимонопольной службы по республике Татарстан Андрей Родзенталь осмотрел производственные цеха и готовые продукцию. Он интересовался, как организовано производство, сколько создано рабочих мест, какие цели ставит перед собой руководитель. Он отметил, что именно это повышает конкурентноспособность и способствует дальнейшему развитию любого предприятия. Здесь ребята работают на открытом рынке. То есть здесь нет, значит, они работают только надеясь на себя, на те компетенции, которые у них есть и умение договориться. Честно скажу, вот обычно они более такие прогрессивные, что ли, потому что они ни на кого не надеются, на свои силы. Вот. Они более конкурентные получаются. Заместитель руководителя управления федеральной антимонопольной службы отметил, что экономика каждого города развивается стабильно, когда открываются промышленные площадки и создаются новые рабочие места. Аякулька Травькова была от Минязов, Бавлинское телевидение.